С начала недели в России вступил в силу запрет на пронос жидкости в ручной кладе на борт самолета. Указанные меры принимаются в целях защиты на период подготовки и проведения Олимпийских игр в Сочи. Напомним, ранее разрешалось брать в самолет жидкости объемом 100 мл. Как на нововведение отреагировали мурманчане и так ли сурово и безоговорочно предписание закона узнала Дарья Монастырева. Казалось бы, где Мурманск и где Сочи, но проведение Олимпиады на берегу Черного моря повлияло и на жизнь на Крайнем Севере. Теперь во всех аэропортах, равно как и в Мурмашинском, введен дополнительный осмотр. В ручной кладе запретили провозить любые жидкости и косметику. В любых объемах. Не очень удобно. Бритвенные принадлежности, зубные принадлежности. Зубной паст тоже нельзя обнести. Ограничение касается жидкости, гелей, спреев, паст, любой косметики, включая помаду и тушь. Все придется сдать в багаж. Одна пассажирка даже кефира лишилась. Я же ее в Москве и думала. Вот и все, но приедете. Слышала, но я не думала, что уже даже за кефир. Я думала, все-таки, может, это делать. Мы думали, Мурманск еще у нас более лояльно. Это может, к Москве готовы, там ко всему. В данный момент у нас было несколько случаев попыток провозки одеколонов, воды в ручной кладе. Ну, мы, естественно, это пресекаем. Все люди понимают, адекватно относятся. Исключение из правила касается только детского питания и лекарств. Но как доказать, что в емкости находится именно то, что доктор прописал, а не взрывчатая смесь? Нет справки, то есть нет возможности проверить их технически данные медикаменты. Естественно, к полету допускаться не будет. К детскому питанию, конечно, рецептов никаких не нужно. Ребенок – лучшее доказательство. Нам разрешили баночку с маленькой бутылочкой и сок. Это могу даже показать. Разрешили провести. Я сказала, ну, потому что в самолете надо ему что-то пить. Инициаторы запрета подчеркивают – нововведение временное. Но, как известно, нет ничего более постоянного. Правда, в Соединенных Штатах подобную меру вводили после 11 сентября. Но американские аэропорты не смогли справиться с дополнительной нагрузкой и ограничения отменили. В Мурмашах сообщают – никаких обременений сотрудники и техника не испытывают. Досмотры проходят в штатном режиме, без увеличения времени. Очень радует, что пассажиры с пониманием относятся к данным введениям, усилениям мер безопасности. Все-таки они направлены, в первую очередь, на их же безопасность. Как такового усиления службы безопасности с увеличением штатов не требовалось. Так что, если вы привыкли путешествовать налегке и без лишних проблем, от антисептиков для рук, для маленьких флаконов придется отказаться. Наша съемочная группа проверена – все найдут и изымут. Дарья Монастырева, Максим Петрович, АРТИК ТВ